итак здравствуйте дорогие друзья сегодня у нас среда 21 сентября давайте посмотрим на графики еврофунта и поговорим о дальнейших перспективах движения видим что европейская валюта еще раз сохранил торговлю в рамках бокового канала не сумели мы выбраться выше максимумов достигнутых на азиатской сессии был сообразован отличный сигнал на продажу от уровня 2 040 и дополнительные короткие позиции от середины бокового канала 99 93 все это позволило неплохо заработать и видим что сейчас пара вернулась к нижней границе бокового канала и собственно от того какие у нас сегодня выйдут фундаментальные данные какое у нас будет решение со стороны федеральной резервной системы и будет определять дальнейшее направление движения европейской валюты вышедшие вчера отчеты по индекс цен производителей он вновь сильно вырос в германии но акцент у нас был смещен на объем выданных разрешения на строительство и число закладок новых фундаментов и если первый показатель сократился на сразу на 10 процентов что свидетельствует о скатывании экономику в рецессию то число новых закладок новых фундаментов удивило что позволило компенсировать негативные данные и сосредоточиться инвесторам уже именно на сегодняшнем заседании федеральной резервной системы давайте посмотрим экономический календарь можете видеть в первой половине дня выступают нас представители европейцы центрального банка но их заявление не будут представлять большого интереса в принципе вчерашние выступление лагар также было проигнорировано и конечно еще раз повторюсь акцент будет прежде всего на продажах на вторичном рынке жилья не видим что прогнозируется небольшое сокращение в августе ну и собственно решение федеральной резервной системы процентной ставки видим что прогнозируется рост сразу на 75 процентных пунктов до 325 это конечно будет это рынками уже ожидается это рынками заложено и конечно весь акцент у нас опять же сместиться уже на экономические прогнозы которые у нас будут опубликованы федеральной резервной системы экономистами и акцент у нас будет смещен именно на данные по процентной ставке видим что прогнозируется первый год она на уровне 3.8 затем второй год 3.4 третий год 2.1 и средняя ставка на долгосрочный 2.5 процента в принципе целевой уровень федеральной резервной системы если эти прогнозы будут пересмотрены в сторону увеличения конечно же спрос на американский доллар вернется и важно будет что у нас скажет джером паул председатель федеральной резервной системы на пресс-конференции она состоится сразу через полчаса после публикации решения по процентной ставке ну и важно если паул намекнет на дальнейшее сохранение агрессивной политики то есть дальнейшее повышение процентных ставок на 0.75 пунктов это уже не говоря о том если сегодня будет принято решение повысить ставки сразу на целый процентный пункт хотя рыночные ожидания которые у нас были в начале этой недели сейчас немножко сместились и все-таки большинство экономистов прогнозируют повышение только на 0.75 поэтому именно от прогнозов и будет зависеть дальнейшее направление пары евро доллар так как решение скорее всего повышение 0.75 уже учтено рынками поэтому более агрессивные прогнозы и более долгосрочные прогнозы по нахождению процентной ставки в сша на высоком уровне особенно в следующем году ранее прогнозировалось что к осени следующего года ставки начнут понижаться если какие-то будут внесены изменения в планы федеральной резервной системы то это укрепит позиции американского доллара и скорее всего вернет евро опять же ниже паритета и пойдем на обновление 99 98 с перспективой выхода даже на 97 2 0 давайте поговорим теперь о технической картине есть у нас боковой канал в котором мы остаемся акцент конечно же будет на 99 47 формирование сложного пробоя сигнал на покупку ну а возврат середины канала 99 93 с тестом сверху вниз можно добавлять длинные позиции с перспективой обновления 2 0 40 выход выше этого уровня будет возможно только при более мягкой позиции федеральной резервной системы либо если прогнозы останутся без изменений и комитет нас ничем на ум не удивит в таком случае рывок 2 0 84 0 1 18 0 1 54 в перспективе что касается продаж конечно же ложный пробой 99 93 хороший сигнал ложный пробой 2 0 40 либо на закрепление ниже 99 47 есть рябины и комментарии на представители фрс и агрессивная политика приведут к падению на 90 902 и 98 67 покупки 98 67 при первом тесте на отскок в 25-30 пунктов ну аналогичные 9902 только при формировании ложного пробоя что касается британского фунта видим вернулись мы годовым минимумом не сумели быки ничего показать выше вчера 1450 и очевидно такая же картина как и по европейской валюте прорыв 1355 агрессивная политика фрс падение фунта на 13 13 12 64 и дальше уже на обновление очередных годовых минимумов завтра у нас напомню еще состоится заседание банка англии поэтому не думаю что фунт может очень серьезно просесть после сегодняшнего заседания фрс так все-таки английский регулятор сохраняет также агрессивной политику и будет идти по питам за федеральной резервной системы ложный пробой на 1355 либо на 1313 сигналы на покупку ну и целью быков конечно же будет возврат середины канала 1405 выход выше этого диапазона более мягкая политика фрс все это приведет к 1451 и 1495 на 1495 посмотрю продажи на отскок с коррекцией 25 30 пунктов ну а продажи ближайших сопротивлений 1405 и 1451 только при формировании ложного пробоя всем удачи